И я хотел бы приступить к своему, собственно, сегодняшнему вебинару, который, напоминаю, называется «Основа эффективной работы СБС – университетская библиотека онлайн». У нас в течение года проходит достаточно большое количество вебинаров, посвященных нашим продуктам. И в первую очередь, конечно, университетской библиотеке онлайн, которая является флагманским продуктом компании Директ Медиа. Это ЭБС, то есть электронная библиотечная система. Сегодня я хотел бы провести вебинар, который, может быть, немножко с информационной точки зрения будет смещен в сторону тех сервисов, которые, я считаю, обеспечивают более эффективную работу с ЭБС. Не просто последовательное изложение всех сервисов, но с некоторым ударением на эффективность. Ну что ж, давайте начнем. Итак, первый слайд, который я всегда показываю просто для того, чтобы писать масштабы нашего продукта. Мы агрегируем более 150. Вот последняя цифра, которую я видел на счетчике, 157 тысяч книг. У нас более 450 вузов-подписчиков. Мы занимаем примерно 25% рынка ЭБС. Сотрудничаем с четырьмя сотнями издательств. Среди них более сотни издательств вузовских. Ну и так далее. Тут тоже есть различные цифры, которые говорят о нашей аудитории. Вот уже этот слайд, он имеет отношение к эффективности. Я его тоже всегда показываю. Он говорит о том, что... Ну вот один из слоганов нашей ЭБС – это «больше, чем ЭБС». То есть мы пытаемся делать некий более обширный продукт, чем то, что можно было бы назвать электронной библиотечной системой. Во-первых, мы различные формы контента агрегируем, включаем мультимедийный контент. И здесь тоже, наверное, есть отсыпка к эффективности, потому что часто, не всегда, конечно, да, но часто контент в аудиальном или в визуальном виде, он эффективнее, чем просто тексты. Ну вот самый хороший пример – это, например, демонстрация какого-нибудь физического опыта. Понятно, что в данном случае увидеть – это всегда лучше, чем просто прочитать про этот опыт на словах. Мы интегрируемся с компанией «Антиплагиат». У нас есть дополнительные проекты, такие как «Артпортал Энциклопедиум». Мы занимаемся продвижением наших авторов «Ринц», но сегодня немножко не об этом. Ну и последний пункт, как не сказать о нашем проекте «Директ Академия», который вырос, собственно, из поддержки ЭБС для наших клиентов. И вот вырос нечто гораздо большее. Вы сейчас все присутствуете и можете наблюдать, что это такое. Мне кажется, что если не напрямую, то косвенно можно говорить, что «Директ Академия» является эффективным способом освоения некой информации, обучения и посвятительской деятельности. Вот наша главная страница. Ну, примерно так она выглядит. Баннеры, которые в центре находятся, они постоянно меняются. Вот. Сегодня я не буду вам рассказывать последовательно по пунктам, каждый пункт меню. Вот. И мы перейдем сразу дальше. Вот первый пункт, о котором я хотел бы рассказать в качестве, в смысле эффективности работы, это страница предпросмотра издания. Как я уже говорил, у нас более 150 тысяч изданий, и каждая из них имеет вот такую вот страницу предпросмотра. Часто люди, которые хотят что-то почитать, нашли интересное название, и в поиске, например, выбрали мышкой это название, перешли на страницу предпросмотра, и быстро жмут сразу на «Читать онлайн». Но я обращаю ваше внимание, что уже на этой странице хранится достаточно большое количество информации, которое может быть использовано до чтения. И это сильно повышает продуктивность вашей работы. Ну, во-первых, конечно, не каждое издание, которое вы начали читать, вы будете продолжать читать. То есть вы вполне могли ошибиться в названии, начнёте читать, а кажется, что это не то, да? То есть перед тем, как начать читать, вам хорошо бы было на самом деле отобрать только те издания, небольшое количество, разумеется, которые вы точно будете читать, которые точно вам понадобятся. Вот. Для этого страница предпросмотра очень хорошо предназначена, есть несколько способов этого, это сделать. Вот. Далее. Вы могли... Ещё до того, как вы начнёте читать, могли бы получить некую дополнительную информацию, чтобы использовать её, ну, скажем, в разных местах. Например, прочитать аннотацию, чтобы получить первое впечатление о книге, посмотреть библиографическое описание, возможно, потом использовать его. Ну, я о нём отдельно скажу. Посмотреть книжки тех авторов, которые здесь на этом представлены, на странице предпросмотра. Посмотреть что-то того же самого издательства. Ну, и так далее. То есть, произвести какие-то контекстно-зависимые действия. Вот давайте посмотрим, какие основные действия здесь можно сделать. Ну, вот уже здесь мы видим, что если даже брать первую часть, верхнюю часть слайда, то видно, что тут есть масса кликабельных областей. Кликабельные области имеют голубой цвет. Вот, по которым можно перейти и контекстно-зависимую информацию посмотреть. Вот, что же касается нижней части слайда, то там тоже есть очень интересные вещи. Если брать самый низ подвал, то здесь есть три вкладки. Библиографическое описание, аннотация и содержание. Библиографическое описание, оно интересно тем, что его можно просто копипейстом взять, его не надо переписывать откуда-то. Вот, и, соответственно, использовать его в своем списке литературы, студенту, например, в реферате, эссе, в ВКС свои и так далее. Ну, то же самое касается молодых ученых, аспирантов, например, и так далее. Дело в том, что очень многие студенты и молодые ученые, они пока не очень хорошо знают библиографию. И им достаточно трудно цитировать, правильно цитировать то, что надо было бы процитировать в их статье. Хорошо, когда это еще просто реферат, да? Когда это уже первая научная статья, например. Это очень важно. И вот эта возможность скопировать библиографическое описание, оно очень важно, потому что оно повышает потенциал студента, аспиранта, в смысле цитированием. Иной раз люди не цитируют и идут, по сути дела, на непредумышленный плагиат не потому, что хотят заплагиатить какую-то мысль, а просто потому, что им очень трудно делать большое количество ссылок на разную литературу. Вот библиографическое описание книжки здесь им в помощь. Далее. У нас есть список литературы. Если список литературы присутствует, это совсем самый низ, если список литературы присутствует в книге, которая у нас в электронном виде присутствует, в ВВС, то она есть, этот список присутствует и у нас на странице предпросмотра. Опять же, очень важно, что это еще до чтения происходит. То есть, за один клик до того, как вы начали читать. В этом списке литературы то же самое. Там приводятся корректные библиографические описания, только уже не самой книжки, а той литературы, которая использована в этой книге. Ну, можно сказать аналогично, что для тех же целей это очень полезно. Ну, а также это полезно, конечно, для целей того, для того, чтобы поискать книги, которые являются в этом списке литературы указаны. То есть, возможно, таким образом вы найдете какой-то первоисточник, какой-то мысли и именно на него потом сошлетесь. Да, вот так это может примерно выглядеть после того, как вы кликните по списку литературы. Все это происходит без перехода на другие страницы. Прямо вот просто раскрывается текст, как говорится сейчас, под катом. Вот. И можно посмотреть. Ну, и еще одна очень хорошая кнопка, которая есть здесь, это выберите действие. Кнопка выберите действие, обращаю ваше внимание, она появляется в ЭБС очень много где. Она появляется рядом с конкретной книжкой, она появляется рядом с фильтрами отбора, появляется рядом с каталогом, появляется рядом с поисковой выдачей, когда нашлось какое-то количество искомых книг. Вот. И она контекстно-зависима. Вот когда вы ее выбираете, эту кнопку выбираете в отдельном издании, она вот такая вот. Мы поговорим сейчас только о второй второй строке, добавить в книжную полку. Остальные строки больше касаются работы библиотекаря, ну и частично только работы преподавателя, в основном библиотекаря. Вот. И это для отдельного обсуждения, когда мы будем говорить про работу библиотекаря, будет соответствующий вебинар, вот тогда мы это и рассмотрим. А здесь я хотел бы рассказать о том, что любое издание можно положить на свою книжную полку. Про книжную полку мы еще поговорим отдельно. Вот. А так вообще-то книжная полка, конечно, ее можно рассматривать как неотъемлемый атрибут любой электронной библиотеки. Вот. Ну что, естественно, имейте у себя какие-то книжки, которые вы отложили для дальнейшего чтения. Вопрос в том, как реализована книжная полка. И я хотел бы отметить, что эффективность работы с книжной полкой во многом определяется тем, что вы во-первых, можете создавать несколько книжных полок, точнее, ну, по сути дела, несколько разных выборок литературы. Ну, действительно, вам ведь не всегда, не под каждый случай нужен один набор. Ну, вот, например, вы преподаватель. Да даже если и студент. Вот. Вам нужен отдельный набор под Сопромат, отдельный под, чуть было не сказал, историю КПСС, под историю России, вот, отдельный под какой-то другой предмет и так далее. А если вы преподаватель, вам нужен отдельный набор под какой-то поток с какого-то факультета, да, другой набор под, пусть даже тот же предмет, который вы ведете, но в другом объеме на другом факультете и так далее. В конце концов, у вас есть еще и какие-то научные интересы, для которых вы можете для себя подобрать отдельный пакет. Это первое. Во-вторых, и это самое главное, вы этими пакетами, этими книжными полками можете делиться посредством ссылки. То есть, если у вас есть книжная полка с набором литературы для ваших студентов, вы можете ее, эту ссылку послать всем студентам своим, и они смогут получить доступ к этим книжкам, не прибегая к мучительному для них пока еще поиску или подбору посредством каталога. Ну, от книжной полки чуть попозже еще поговорим. Собственно, читалка. Ну, электронная библиотека создана ради того, чтобы читать. Не только ради того, чтобы найти, но в конце концов и для того, чтобы читать. Вот. И здесь у меня отмечены несколько групп инструментов. Они все достаточно естественны. Но сегодня мы с вами поговорим только о группе 5. И в ней я хотел бы отметить сервис закладки. Закладки очень удобный инструмент. Они сохраняются между сессиями. То есть, вы закладываете книжку, несколько закладок, и потом приходите через месяц или ближе к экзамену, например, да, и по этим закладкам читаете то, что вам надо. И второй инструмент, второй набор инструментов, это под номером 3 я здесь обозначил. Тут есть несколько кнопок. Первая кнопка, вот там, где написано PDF, это возможность сохранения PDF-файла, содержащего до 10% книги. ЭБС не ограничивает вас в количестве раз сохранения книги. Вы можете, в принципе, 10 раз нажать на эту кнопку и сохранить 10 раз по 10% для себя. вопрос в том, что вы должны это сохранить только для себя, а не для дальнейшей публикации. То есть, пока вы сохраняете книжку для собственного чтения, вы находитесь в нормальном юридическом поле, не нарушая никаких законов. Если же вы чужую книжку начинаете публиковать где-то в открытых источниках, вы входите в конфликт с авторским правом и должны иметь это в виду. Но для себя вы можете скачивать эту книжку. Точно так же рядом стоит значок принтера, который позволяет вам тоже до 10% книжки распечатать для себя. Ну и самая, на мой взгляд, интересная кнопка. Она находится слева в области 3. Эта кнопка позволяет вам до трех страниц книги в качестве такой электронной цитаты взять и вставить, опубликовать в любом открытом интернет в интернет-ресурсе любом. Будь то это ваш электронный учебный курс, ваш блог, сайт вуза или еще в общем любое место, где вы можете вставить код HTML. почему это возможно и не нарушает ли это, не противоречит ли это то, что я сказал про PDF-файл недавно, что его нельзя перепубликовывать. Можно, потому что в данном случае вы берете не текст копипейстом, а вставляете нашу собственную читалку с тремя страницами. До трех страниц. Может быть, одна страница, как вы там захотите. А что означает, что вы вставляете нашу читалку? Это означает, что вы как бы вставляете мини- ну, мини-EBS к себе. Наша читалка построена так, что она просчитывает количество страниц, которые вы открыли. И в зависимости от указания счетчика автор, с которым заключено соответствующее соглашение, получает свое вознаграждение. Так вот, если вы вставляете эту читалку к себе на сайт, автор продолжает получать вознаграждение от ЭБС. Вот, имейте это в виду, это законный способ вставки на сайт кусочка из чужой книги. Собственно, для чего это может быть нужно? Это очень удобно для того, чтобы сделать некое производное произведение на основе одной или нескольких книг. Ну, например, вы делаете какой-то электронный курс, для этого электронного курса вы используете отрывки десяти книг. И эти отрывки вы прямо не с ссылкой на эти книги, а прямо вставкой нужных вам отрывков вы и вставляете свой электронный курс. Это достаточно удобно. Ну, вот, собственно, как выглядит код вставки. Здесь диапазон страниц вы пишете, нажимаете на кнопку получить код и возникает вот такой вот код. Нижний код это просто URL, если вы хотите сделать ссылку и тогда книжка откроется в выбранные страницы книжки откроются в отдельном окне, а код повыше iFrame который он для вставки на любую HTML страницу в виде фрейма отдельного. То есть в виде фрейма появляется такая вот читалка с выбранным текстом. На мой взгляд это достаточно удобно. Ну, далее поговорим о работе многофункционального нашего каталога и поиска. Наш каталог он содержит сейчас несколько вариантов каталога. Это каталог ББК, каталог для высшего образования УГС, каталог для среднего специального образования и поиск по разделам. Про каталог ББК подробно это такой очень библиотечный вид, что ли, каталога. О нем подробнее расскажет Татьяна Телегина послезавтра. Меня специально просила не трогать этот вопрос в подробности. Каталог по разделам это наиболее подробный каталог по всем изданиям. Вот я говорил там более 150 тысяч различных изданий, включая научную классику, включая русскую классику и так далее. То есть книжки достаточно старые, неправные, тоже можно найти этим каталогом. Каталог УГСВО и УГССПО это каталоги поиска исключительно учебной литературы, свежей учебной литературы, которая применяется вот сейчас прямо здесь и сейчас в обучении. Вот, он гораздо уже, но он быстрее выводит вас в поиски на те книжки, которые вам нужны для закрытия тех или иных тем в ваших предметах. Вот, когда мы воспользуемся одним из этих каталогов, то возникает вот такая вот система фильтров, в которой вы можете уточнить то, что вы хотите искать. Сначала, да, сначала мы выбираем собственно код УГС, вот, например, там 080000 техника, технологии строительства, вот, и после этого возникает вот такой вот набор фильтров, где вы можете выбрать по автору или названию, по типу издания, здесь возможны учебные издания, научные издания, там, несколько других выборов, по коду ББК, если он все-таки вам известен, по уровню образования бакалавриат, магистратура, аспирантура, по дисциплине, если вам известно название дисциплины, ну, обращаю ваше внимание, что тут вопрос такой достаточно творческий, потому что, конечно, дисциплины называются в разных вузах и в разных СУЗах немножко по-разному, даже если это одна и та же дисциплина, тут надо проявлять смекалку при подборе названия. Ну, по тому основная или дополнительная это литература к данной дисциплине. Да, и последнее это год от, то есть насколько свежее издание должно быть для того, чтобы она попала в круг ваших интересах. Есть, конечно, и какие-то бессмертные учебники, которые можно применять и 50-летней давности, например, любимая мной теория вероятности Елены Венцель, ее можно хоть сейчас всем отдавать, она не устарела, но тем не менее, часто в нормативах проходят цифры не старше 10 лет, не старше 5 лет, и в данном случае их можно использовать вот в этом вот фильтре. Да, ну вот здесь вы видите, что какие-то фильтры заведены, и я опять нажал на кнопочку «Выберите действия» в правом верхнем углу, и в данном случае мы видим, что тут есть совсем другой выбор. Первая строка это «Скачать список книг в Excel». Вот. Ее мы рассмотрим, остальные тоже не для нас сейчас. Ну, на мой взгляд, как раз возможность скачать различных списков в совместимый формат таблицы, в данном случае в Excel, это большой, 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 большой плюс к эффективности. Потому что, конечно, ни одна веб-система, ну, может быть, за исключением, конечно, Google Таблиц, не может посоперничать с программными продуктами офисными, такими, как Excel, Word, в удобстве, и, что касается Excel, конечно, возможности сортировки, ранжирования различного, отбора, фильтрации, и по различным пунктам и так далее. Поэтому возможность скачать в Excel, это большое благо. Ей обязательно пользуйтесь и вот в данном случае кнопка выберите действие, она позволяет делать это. Библиографический поиск, тоже не буду здесь очень сильно на нем заострять внимание, хочу отметить только, что библиографический поиск, кроме самого поиска как такового, по ключевым словам или просто по каким-то фразам, он тоже содержит ту же самую систему фильтров, которую можно наложить на результаты поиска, на выдачу поисковую. в поиске, кроме того, присутствуют такие вещи, как искать в описании или это полнотекстовый поиск, то есть, если это полнотекстовый поиск, вам придется подождать пару минут, потому что это длительная вещь вообще, ну и она по умолчанию отключена просто потому, что в 99% случаях вам надо искать по названиям и по описаниям, а не по полному поиску. Полный поиск применяется только тогда, когда вы уже отчаялись найти книжку по названию, удовлетворяющую ваш интерес, вы ищите какие-то отрывочки, какие будут релевантны тому, что вы хотите найти. Вот, тут также можно найти книжки только с грифом, вот, ну и все, в остальном это сопоставимо, то есть, что отбор по каталогу, что поиск через поисковую систему имеет одну и ту же систему фильтров. Очень важным моментом эффективной работы ВБС является периодический просмотр обновления контента. Разумеется, это интересно тогда, когда вы работаете с ВБС постоянно, уже у вас есть там какой-то набор литературы, но, разумеется, с каждым месяцем в ВБС появляется что-то новое, и это что-то новое может вполне затронуть ваши интересы, появится наконец, например, тот учебник, который вы долго ждали, и так далее, и так далее. Вот, обновление контента может посмотреть каждый. Чисто интерфейсно обновление контента запрятано вот здесь, возможно, достаточно далеко, в пункте меню сервисы и в подпункте, который называется обновление контента. Вот зеленой рамкой обведено это, но после этого вы попадаете вот в такой уже знакомый вам интерфейс, в такую страничку, где самое главное, что вы должны задать, это обновление контента с какого числа по какое. Не обязательно можете попросить обновление за последний период, да, вам можете посмотреть, например, обновление за предыдущий месяц или за предыдущий год, вам интересно, да, когда вы не смотрели. Вот, ну, а дальше идут вся та же система фильтров, которую вы можете заполнять, можете нет, но если их не заполнять, то просто очень длинный список для изучения, получится, у нас там примерно по тысяче книг добавляется тысячи, полторы тысячи в месяц, это многовато для того, чтобы исследовать, вот, так что хорошо бы применить какие-то фильтры, вот, ну, и дальше все так же, как в каталоге, вот, точно так же действует кнопка выберите действия, соответственно, этот список можно экспортировать, импортировать в Excel, и дальше с ним уже разбираться, если есть такая необходимость. Книжная полка, я уже о книжной полке практически все сказал, когда мы рассматривали кнопку выберите действия для отдельной книги, ну, сейчас еще раз расскажу и покажу окошко, где с книжными полками можно работать. Итак, выбор книжной полки, то есть переход к своим книжным полкам определяется, их заполнение мы видели, где происходит, да, то есть всякий раз, когда мы где-то находим книжку и находимся на ее странице предпросмотра, мы можем ее послать в книжную полку в именную, в существующую книжную полку, либо создать под нее новую книжную полку у себя в аккаунте. Вот, что же касается уже перехода в сами книжные полки, да, то вот здесь применяется интерфейс через меню сервиса, под меню книжная полка и мы переходим вот на такую страничку. книжная полка ВБС. Что мы тут имеем? Просто список полок, которые можно открыть и дальше смотреть, что в этих полках находится. Вот, если книжных полок много, то мы можем их каким-то образом фильтровать, вот, сверху находится некий состав фильтров, ну и мы видим, что в каждой книжной полке есть три действия, которые можно делать. Это скопировать ссылку на книжную полку. Помните, я как раз говорил, что ссылка на книжную полку ведет как раз к повышению эффективности работы СБС, потому что ее можно поделиться, например, со своими друзьями или со своими студентами. Это очень важно на самом деле, потому что особенно для студентов первокурсников, которые пришли, им вообще все ново в ВУЗе, раньше они были в школе, а в ВУЗе все по-другому. И вдруг еще ЭБС, в который надо быстро научиться делать подбор, учиться, искать и так далее, а у них не получается. И в этом смысле, если им уже готов некий список, кликабельный список книг, которые они открывают, и у них прямо их книжная полка для их использования. Это очень помогает. Итак, можно скопировать ссылку на книжную полку, можно дублировать книжную полку, но это, разумеется, очень удобно, потому что иногда, например, потоки отличаются из 10 книг, надо 2 убрать, 2 добавить, например. Зачем же заново создавать книжную полку? Можно продублировать и что-то из нее удалить, что-то добавить. книжную полку можно удалить, если она уже вам не нужна. Кроме того, я хотел бы отметить, что если в вашем вузе, в библиотеке создали в нашей ЭБС структуру вашего вуза, то тогда ваши книжные полки будут автоматически поступать тем студентам, которые в структуре находятся условно говоря, под вами. То есть группы и дисциплины, которые им назначены дисциплины, которые ведете вы. Но в любом случае, даже если этого нет, по ссылке все можно прекрасно сделать. Кроме того, у нас есть еще и в ЭБС интерактивные тесты. Они есть, сразу скажу, не для каждого издания. Для тех, для которых авторы или даже это не обязательно авторы, а просто преподаватели по данному предмету сделали тесты. Обращаю ваше внимание, это тесты не к дисциплине, а тесты к тексту данного учебника. Ну, как правило, это к учебникам делается или учебным пособиям. Вот. Тесты носят не контрольный характер, а учебный характер. То есть смысл не в том, чтобы пройти тест и получить оценку, которую вы потом проставите на зачет или как-то еще, да, а смысл в том, чтобы для самоконтроля, чтобы студенты проходили бы эти тесты, смотрели бы, где у них что не получилось, возвращались к тексту, снова тестировались и так далее. То есть тесты носят учебный характер. Также тесты появляются, вот, если мы видели здесь, здесь они появились на странице предпросмотра знакомой нам уже, вот, но они также появляются и в подвале на странице чтения. Вот я увеличил здесь нижнюю панельку и видите, что последним пунктом справа появились тесты к изданию. Если они есть, то прямо из чтения вы можете перейти к тестам. Что касается того, как построены тесты внутри АБС, это может быть интересно преподавателям, вот у нас есть специальный конструктор, доступ конструктора, о, отлично, доступ конструктору получают преподаватели по требованию надо обратиться, то есть это не свойство нашего интерфейса, сразу по роли преподавателя или библиотекаря даст доступ к конструктору тестов. От вас требуется некое действие просто вы посылаете на helpdesk нам просьбу подключить вам конкретно к вашему аккаунту тестовый движок конструктор точнее тестов и тогда вам отключает. В вашем конструкторе отображаются только ваши тесты, только то, что вы создали ну и общедоступными они становятся только после модерации, но если вы их специально создаете как общедоступные, то опять же по вашей просьбе они проходят модерацию и только тогда подключаются к какому-то учебнику или учебному пособию. Да, тут вот варианты тестовых заданий, это выбор одного из нескольких вариантов, выбор нескольких вариантов, текстовый ответ, тесты на сопоставление и тесты на установление последовательности. Ну, в общем, примерно все, как в классической тестологии, классические типы тестовых заданий, за исключением тестового ответа, который в общем-то надо стараться избегать, текстового ответа, прошу прощения, стараться избегать, вот, но это уже мы сейчас не про тестологию говорим с вами, а про конструктор. Вот, ну и так, в наших тестовых вопросах может присутствовать некая мультимедийная часть в виде картинки или аудиофайла или видеоизображения, а также ссылки на YouTube, если необходимо, вот, и вы можете закачать файл, если не изменяет память, до 2 мегабайт в тестовый движок, и этот файл воспроизведется в нужном месте. Причем это можно делать как в ответах, прошу прощения, как в самом тестовом задании, формулировке тестового задания, так и в ответах и дистраторах на вопросы. Это, конечно, делает тест более, ну, с одной стороны, более увлекательным, а с другой расширяет возможность работы. есть просто такие вещи, которые словами особо не сформулируешь, обязательно картинка нужна какая-то. Вот, ну, вот мы подошли к концу, и я хотел бы сказать, это, разумеется, совершенно не все, это некая выборка функционала нашего, нашей ЭБС, которая посвящена именно улучшению или увеличению эффективности работы с ней. Ну, и, наконец, вот просто последняя моя заставочка, это наша Директ-Академия. Приходите в Директ-Академию, чтобы ваша работа с ЭБС была эффективной. Вот так. У меня все. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, я хотел бы вам напоследок, как всегда, дать ссылку вот эту вот про наши сертификаты, которые появятся через 3-5 минут, которые вы можете приобрести. Еще раз хотел бы отметить, также посетить вебинар Татьяны Телегиной послезавтра, которая продолжит с вами говорить про эффективность работы в ЭБС, но уже с точки зрения библиографа, с точки зрения работы с текстами, с контентом и так далее. Ну, что ж, друзья, спасибо за внимание, спасибо, что вы все были на моем вебинаре, приходите еще, Директ Академия это вебинары каждый день, кроме вебинаров мы ведем курсы, 2-3 курсы каждый месяц, ну, и в ближайшее время, первый раз 26 числа у нас новая форма, это мастер-класс, первый мастер-класс у нас проведет Марина Орешко, вот, ну, собственно, в расписании можете это все увидеть, мастер-классы это такие мини-курсы, это тоже обучение, это мастер-классы платные, но мы считаем, что это такие как бы супер-вебинары, да, они, во-первых, более длительные, во-вторых, обязательно ставятся целью получения какого-то навыка, ну, и в-третьих, вы получаете какую-то раздатку на этом вебинаре, условно говоря, вот, это вкратце, все, друзья, я с вами прощаюсь до следующих вебинаров, всего доброго, хорошей вам рабочей недели. до следующих до следующих до следующих Продолжение следует...